магазин дикси через 200 метров магазин магниту дома двухэтажный еще чуть чуть дальше рынок удачный значит вот на заезде в магазин увидел вот тут такое чудо лежит он не агрессивный он на сошейником здесь вот кровь вот здесь похоже его вот на этом месте похоже его сбили вот там есть камера но камера смотрит в ту сторону вот такой вот пёс смотрите он встал и я его и пошел я его поймал ну точнее он кое-как идет его вот сюда вот снежочек рядом ну ему херово в общем не кусается ничего девочка малыш сейчас поедем в клинику вы поможете в клинику отвезти а то я просто одна с ним не справлюсь ну да со мной надо просто будет как-то его поднять сейчас да спасибо вам огромное что отозвались что не проехали мимо спасибо вам огромное дорогие друзья можно много говорить но мы предлагаем посмотреть и как всегда обращаюсь ко всем друзья пожалуйста у приюта очень тяжелое сейчас время нам нужно не хватает денег не то чтобы пройти обследование друзья мы на грани голода кричать плакать устраивать истерики сами понимаете это не то я обращаюсь ко всем вам пожалуйста люди отзовитесь пожалуйста помогите приюту выжить нам не хватает средств чтобы сделать корм мы делаем его сами из зерносмеси и биоотходов которые привозим с боен или из магазинов друзья пожалуйста если бы мы покупали корм это обходилось бы нам в бешеную сумму а так ребята мы тратим в три раза меньше и делаем все что в наших силах сами я обращаюсь ко всем вам пожалуйста мои дорогие уже два года приют сам себя обеспечивает с вашей помощью с вашей поддержкой но время тяжелое а приют никуда не делся малыши по-прежнему подкидываются к нам под забор стерилизации проводятся но этого недостаточно обращаюсь ко всем вам люди услышите меня пожалуйста помогите нам сейчас модно выкидывать старых больных малых причем породистых не избегает это же участь мы подбираем всех хотя переполненный просто безумно обращаюсь ко всем вам друзья никто не знает когда кому понадобится помощь но каждый из нас сегодня и сейчас способен помочь пожалуйста не пожалейте каплю добра помогите приюту немного мы не просим у вас миллионы мы просим простую человеческую поддержку вашу помощь я обращаюсь ко всем вам друзья пожалуйста приют лохматая душа просит вас о человечности о милосердии и пусть она вернется к вам лавиной добра счастья крепкого здоровья я желаю вам этого от всей лохматой души с надеждой на вашу доброту меня зовут валентин осилич я директор и создатель фонда лохматая душа и у меня за спиной три тысячи три тысячи спасенных вместе с вами но временами друзья нам нечем их кормить и я обращаюсь к вам наш приют не получает государственной поддержки у нас нет спонсоров мы перебиваемся чудом если можно сказать просто чудом именно поэтому обращаюсь к вам пожалуйста люди в ваших силах помочь нам и спасти доброго вам всем здоровья спасибо ЛСГРОТЕРЛЫХ ТЕМЕ ЙРОМ ТЕМЕЙ 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 Пес немножко согрелся и дремлет. То есть там переломов нет, в брюшной полости все хорошо? На внешний вид по рентгену, ночевой сохранен, селезенка, печень все на месте, признаков объемных, там, каких-то новообразований или свободной жидкости нет. Гоготок, который треснул, мы срезали, обработали там небольшие ранки на лапке, но не перелом, ничего просто, видимо, от удара, может быть, треснул, что-то такое. Обработали все, вот сейчас запелена именно. Спит, спит. Так что вот, вот оттуда оно точит, вот так вот. Вот там ничего серьезного, все это у нас заживет. Мальчишка старенький и у него опухоль. Сейчас мы его разместим, уколы сделали, все сделали, но ему нужно более точное, более глубокое обследование. место подготовили. Ребенка сейчас покормят и укутают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова